Мы видим, что ситуация из-за последнего дня обостряется. Это видно и в процентном соотношении. На 15% рост по таким показателям, как госпитализация, как усиленная нагрузка на медицинную катастрофу, на скорой помощи. Поэтому, пользуясь случаем, я еще раз хочу обратиться ко всем жителям Турской области, кто проживает, кто трудится на территории нашего региона, работникам различных учреждений, руководителям учреждений, работодателям крупных предприятий. Неоднократно говорили, что мы готовимся к осенне-зимнему сезону, что у нас достаточно в наличии определенные средства и определенные мощности, которые законсервированы. Но мы видим ситуацию, которая складывается в различных крупных городах, миллионниках, губернации, что рост там уже пошел на повышение. И в некоторых городах уже вынуждены открывать и мобилизовывать те ресурсы, которые были сохранены и сосредоточены на осенне-зимний период. И, конечно же, здесь очень важно понимать, что правительство Турской области делает все возможное и невозможное. Как в прошедшем году, как в 2020, достаточно очень сложным для всех у нас, непростым для всех у нас, когда были непонятны дальнейшие шаги развития этой инфекции, когда не было еще наличия определенных средств и сил, когда мы все возможное сделали для того, чтобы на грани пройти эту ситуацию с большими человеческими потерями, с достаточно серьезными потерями. Это наши жители, это родные и близкие наших туляков. И мы с вами должны очень четко понимать, что если бы это все зависело от слаженности и эффективности системы здравоохранения и шагов, которые предпринимает правительство Тульского региона во взаимодействии с федеральным штабом, конечно, это была бы одна сторона медали. Но мы прекрасно понимаем, что в этот процесс вовлечены все люди, не только члены правительства, но просто уже должно быть у людей в сознании, и каждый должен понимать, в первую очередь, заботиться о себе, как о человеке, о своей жизни, которая дана всего лишь один раз, и ее надо прожить в период, который отведен. И ни в коем случае не рисковать ни собой, ни своими родными, ни близкими, ни детьми, которые еще ходят в школы, в детские сады, которых надо еще растить, которых надо ставить на ноги. Ваших бабушек, дедушек, к взрослому поколению я обращаюсь. Единственный способ остановить эту беду, которая не ушла из нашего дома, это сделать вакцину, как ее сделают уже миллионы и миллионы людей. И это единственный способ выжить и пережить этот сложный период для всего мира. И, конечно, здесь важна включенность всех, и тут, конечно же, большая ответственность, и эта ответственность, я себя не снимаю как глава субъекта за все, что происходит на территории нашей области. Региональный штаб, в котором включены все министерства и ведомства, в том числе федералы наши. Но одним мы, оперативным штабом, теми действиями, которые мы предпринимаем, мы, уважаемые жители и граждане Пульской области, без вас не справимся. И здесь нужна включенность и понимание, что это общая беда, и с этой бедой надо справляться сообща. И никто не должен оставаться в стороне. Поэтому я еще раз всех призываю, пока не поздно, пока очень не хотим возвращаться к той ситуации, которая была буквально полгода назад, когда на территории Тульской области и по всей стране действовали очень жесткие, очень непростые, но необходимые меры ограничения. И потому что, в первую очередь, для нас, для меня как губернатора, для нашего оперативного штаба регионального, самое важное, это не экономические процессы, это не те процессы, которые связаны с жизнедеятельностью человека, это жизнь, человеческая жизнь, каждой в Тульской области. И очень бы мне не хотелось, как главе субъекта, как руководителю регионального штаба, вводить те меры, которые были введены в начале 2020 года. Я прошу меня услышать, я к этому отнесусь с пониманием, и с пониманием того, что это, в первую очередь, просьба от души, от чистого сердца, значит, к тем людям, которые еще не сделали и которые очень легкомысленно относятся к этой ситуации. Потому что категория людей, которые переболели и которые сделали вакцинацию, она достаточно ниже того уровня тех людей, которые еще, дай бог им здоровья, у кого эта беда обошла страной. Поэтому я попрошу, очень попрошу обратить внимание и сделать свой правильный выбор.